Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Ихат Шестидко, и я продолжаю обзоры гаджетов на EFAS 2017. Сейчас вы видите то, что называется Predator Orion 9000. Новый игровой монстр-компьютер или компьютер-монстр от Acer. Вот таким вот образом он видит. Здесь сзади, кстати, дает интервью его создателю, какому-то крупному телевидению. Соответственно, мы вернемся на самом деле к Acer. Вы видите его размеры. Его размеры просто-просто-просто потрясающие. Но он громадный. Он даже больше, наверное, громадный моего сервера домашнего. При этом он весит 15 килограмм только в шасси, без различных дополнительных вещей. И для его передвижения и переноски здесь также предусмотрены, обратите внимание, колесики. То есть вы можете поднять за эту, твою ж мать, ручку и покатить его и скинуть вниз. На борту у данного девайса находится много-много... Ага, они его закрутили. Я так понимаю, вот эти болты удерживают его. На борту много-много интересного. Во-первых, он предназначен для установки, в том числе, Intel Core i9, да, 8-го поколения. Вот вы видите здесь стоящий процессор. Именно, именно, именно он там стоит с соответствующим водяным охлаждением. Лампочки это все дешевая попсня. Сказали, что можно поставить 16 миллионов цветов. То есть любые лампочки, любые LED и тому подобное. Куча вентиляторов, кроме непосредственно водяного охлаждения самого процессора. Причем внутри корпуса они разделяются на два коридора. Вы видите два вентилятора. Один из которых продувает воздух по верху. Второй продувает воздух по низу. Плюс вы можете проапгрейдить все это дело еще дополнительными вентиляторами в зависимости от необходимости. Ну и тут, как вы видите, посадочные места для винчестеров, посадочные места для дисководов и тому подобное. Плюс, что самое главное, как вы видите, здесь находится 4 Radeon Vega. Да, 4 поддерживается, либо 2 NVIDIA можно установить. Ну, кто же может знать, что NVIDIA не сделает 4-карточную конфигурацию. Вы слышите, как он тихо достаточно шумит. Блок питания на самом деле находится здесь, здесь внизу. И все это добро скрыто за специальной панелькой. Вы ее видите, Acer тут посвятил минут 5, наверное, истории о том, что такое электромагнитное излучение. Наверное, очень беспокоятся за судьбу геймеров, которые сидят по 20 часов. Говорят, у меня сын может и сутки просидеть. Ну, правда, за Xbox, а не за компьютером. Но в любом случае, да, сидят за компьютерами много. Электромагнитное излучение проходит достаточно хорошо через пластик. Поэтому Acer, если вы присмотрите, сказал, что вот эта вот хреньюшка, это отличная хреньюшка для защиты от электромагнитного импульса. Соответственно, для тех, кто захочет, может... Так, ребята, дайте я закончу, спасибо. Кто захочет поставить себе на стол, пожалуйста, 128 ГБ. Маловато, конечно, но для работы будет нормально. Плюс здесь же накидали дополнительных вещей. Как вы видите, вот это вот Predator Galea, я про ней уже написал. Это наушники. Фишка этих наушников состоит в не просто всем один звуке, а в том, что этот звук следует за вами, когда вы крутите головой. Ну, понятно. Здесь находится соответствующий сенсор. И этот сенсор воспринимает движение. Тут вы включили, выключили, видите, 3D Surround. Скорее всего, это делают не сколько наушники, сколько драйв. Хотя процессор сейчас стоит копейки. Цена этих наушников, я так понимаю, около сотни евро будет или долларов. Так что смотрите. Ну, а далее вот тот X35 почему-то повернутый. А почему не показываете лицом? Он будет окончательно представлен в первом квартале следующего года. Короче, кто хочет 35-дюймовый монитор от Acer на первый квартал 2018 года? По цене? Тоже тогда будет анонсироваться. Ну, хотя бы там, до сотни евро. К сожалению, они вообще не повернутые цены. Вообще нет приблизительной цены. Его не поворачивает, но отсутствие боковых рамок уже радует. Хотя с 65-дюймовым 4К телевизором вряд ли сравнится. Игрушки лучше крутить на нем. Но это был еще раз Orion 9000, плюс небольшое отступление Galea 500. И все это в серии Predator для геймеров. Смотрите дальше с IFA 2017 подробные обзоры.